Севастополь 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 из Севастополя, готовили материалы и о Луганске в том числе. И вполне возможно, какой-то творческий проект будет связан с нашим городом, с нашей республикой. Я думаю, что возможности и планы у нас далеко идущие, потому что это только первый этап, первая творческая работа и первые планы, но они будут расширяться и не только в рамках направления культуры и направления творчества, потому что в филиале МГУ достаточное количество специальностей, по которым мы можем сотрудничать, достаточное количество направлений подготовки и интересов научных, культурных, общественных, по которым мы можем найти пересечения и в рамках студенческой науки, студенческой жизни, и в рамках общения и обмена опытом преподавателей. Помимо студентов, кто будет участвовать в реализации этого проекта? Потому что, наверное, без педагогов не обойдется. Уже согласовано с педагогами МГУ. И вообще, как будет проходить в плане оборудования, передачи какой-то информации этот проект? Безусловно. Как и сказал Дмитрий Сергеевич, мы ведь прежде, чем объявить об этом проекте в Севастополе и Луганске, провели определенную работу, встречались и с руководителями кафедр, и с преподавателями, смотрели, как вот этот проект можно вклинить в учебный процесс. Ведь недаром выбраны две специальности телевидения в Луганске, называется сейчас специальность телевидения, и журналистика факультета МГУ в городе Севастополь. Потому что для студентов именно вот этих специальностей, вот данная практическая задача довольно просто встраивается в учебный процесс. Более того, в филиале МГУ нам пообещали, что студенты, принимающие участие вот в этом проекте, даже зачеты будут сдавать по результатам работы именно вот в этом проекте. Такая же точная ситуация и в Луганске. И недаром были выбраны именно вот эти два профильных направления. Каким образом ребята будут обмениваться информацией? Уже может быть какой-то создан канал, или просто через файлы обменники будут ребята снимать здесь какие-то репортажи по просьбе ребят из Луганска и отправлять им? А вот это и есть продолжение ответа на предыдущий вопрос. Ведь на самом деле в современных масс-медиа уже довольно практикуется дистанционная работа. И именно вот такой способ работы они и будут изучать. Это действительно файлы обменники, возможно кто-то где-то попросит записать какой-то синхрон здесь в Севастополе, передать его в Луганск. Может быть из Луганска какая-то информация будет нужна туда. Может быть на каком-то этапе необходимо будет кому-то куда-то приехать. Более того, представитель общественного движения Доброволец будет постоянно и здесь с филиалом МГУ и в Луганске с Луну находиться на связи. При необходимости будет осуществленный выезд в одну сторону и в другую сторону. То есть в принципе все эти вопросы продуманы и оговорены в трехстороннем соглашении, о котором мы подписали на нашей встрече здесь в Севастополе. Поэтому эти вопросы продуманы и как раз-таки это и есть часть того процесса, той обучающей программы, которую сейчас изучают студенты. Мир меняется, идет техническая революция, которая произошла и потом какие-то отголоски. Она бесконечна, переоснащение, какие-то новые формы образовываются взаимодействия и в масс-медиа, и в образовательных учреждениях. И естественно мы под это подстраиваемся и пускай они должны выйти современными специалистами. Студенты из Луганска уже выбрали себе какие-то темы, о которых хотели бы рассказывать? Да, темы они выбрали, но это будет корректироваться. Сейчас мы на эту тему Дмитрием Сергеевичем совещаемся, потому что нам хочется, чтобы это было не просто обращение к истории государства российского. Это было обращение к сегодняшнему, это обращение к персональному. Вот в этом и есть наше общественное движение, общественное движение Доброволец. У нас ни один из наших проектов, он не является номинальным. Мы его никогда не делаем, сделали и забыли. У нас всегда что-то такое, что имеет отголосок. Но сами ребята как восприняли такую идею? Потому что достаточно далеко друг от друга города находятся, тем более непростая ситуация все-таки. Как откликнулись студенты Севастополя и студенты Луганска на такую идею? Естественно, в данный момент, тем более сейчас началось обострение ситуации в Луганске. Конечно, это сотрудничество было необходимо. Это как глоток воздуха был. Тем более город Севастополь, это город Севастополь. Сейчас Луганск принял на себя тяжесть именно войны. И сотрудничество севастопольцев и луганчан именно в данный период вообще приобрело такую особую значимость. Все именно восприняли не просто положительно, а именно как такой... От Севастополя именно такая поддержка именно русского, скажем, мира. Русские поддерживают русских. Это очень сыграло такую хорошую роль. Ну, это и было заложено. Сейчас Дмитрий Сергеевич расскажет немножко, чтобы было понимание. Изначально добровольец появился на теме беженцев из города Славянска, Дмитрий Сергеевич, о эволюции. Ну, мы, да, мы, скажем, слово беженцы, не беженцы, но мы как-то, мы начали с того, что поддержали людей со Славянска, когда началась война, когда начали уничтожать именно Славянск. Мы сумели вывезти оттуда, помочь выехать оттуда достаточное количество семей с детьми, людей, которые не могли выехать сами. У них не было возможности. И мы как-то окунулись в эту атмосферу, и это уже прошло достаточно времени, и мы с нее больше и не выходили. То есть мы как-то тесно связаны именно с Донбассом, с Луганском, как-то именно, поэтому для нас это родные люди, родные ситуации, и мы, конечно, такой гуманитарный проект. Мы не знали, что сейчас опять начнется обострение, но мы чувствуем их, мы понимаем, что им нужна поддержка. И вот такой проект, я считаю, это очень вовремя. Где можно будет потом увидеть отснятый материал? Вот эти сюжеты, которые на основе того, что здесь снимут студенты МГУ, а репортажи создадут студенты из Луганска? Где можно будет увидеть? У нас, во-первых, слоя работает, пресс-служба нашего общественного движения, плюс мы сотрудничаем, вот мы сегодня находимся уже с ИКС. Естественно, все материалы, какие будут отсняты, смонтированы, мы все будем предоставлять в широкий доступ. Ну и плюс фестиваль мы должны будем провести, наверное, будет какой-то конкурс в оконцовке, и по этому конкурсу, возможно, каких-то выделим победителей. На самом деле, опять-таки, возвращаясь к теме идеи самого добровольца, это оторвать нельзя просто. Здесь, это кажется, проект довольно краткосрочный, там 4-5-6 месяцев. На самом деле закладывается площадка, на которой мы планируем еще и дальнейшее развитие подобных проектов. Просто сейчас об этом еще рано говорить, мы говорим всегда о том только, что уже свершилось, что продумано. Поэтому в такой финальной точке здесь не будет, будут промежуточные результаты, и мы пойдем дальше. Точно так же, как вот с этой помощью Славянски. Ведь когда немножечко стихла вот эта обстановка, доброволец начал развиваться и стал помогать Севастополе и пенсионерам, и инвалидам, это и бесплатные парикмахерские, социальные магазины, это и автобусы. Извиняюсь, я вас перебью вот на этом. Надо отметить, что все-таки вы еще планируете проект между дошкольными учреждениями Севастополя и Луганск. У нас тоже есть комментарии представителя дошкольного учреждения из Луганска, как она относится к этой инициативе. Давайте посмотрим. Еще в декабре прошлого года, 2016-го, мы познакомились с общественным движением Доброволец города Севастополя. И продолжаем по сей день тесное сотрудничество. Сегодня они приехали к нам очередной раз с оказанием помощи нашему детскому саду, посильной помощи. Но мы рады всему и рады вообще дружественным отношениям. Мы хотим наладить и дальнейшие отношения, и с детским садом каким-нибудь города Севастополя, побрататься с ним. И будем обмениваться с ними какими-то педагогическими идеями. Дети будут послать рисунки, поделки каким-то праздником. Они будут нам что-то присылать. Мы будем рассказывать нашим детям о детях Севастополя. Это будет очень полезно для развития и патриотического воспитания, и нравственного, и духовного. Я думаю, что это будет полезно всем. Дошкольное прозывание Севастополя, которое готово к такому сотрудничеству. Ну, я думаю, что это не трудно будет таких найти. Мы сейчас еще думаем. Именно пока еще... У нас уже был один детский садик, с кем мы уже начали сотрудничать. Мы проводили там Добрый свободник, одно из мероприятий нашего общественного движения. Но пока еще нет, конкретики нет. Мы еще думаем, какой район взять, какой детский садик взять. Потому что это на года. Это надо именно, чтобы они и духовно, надо и руководители детского садика к этому. Еще пока изучаем этот вопрос. Все-таки эти два проекта, что они дадут, на ваш взгляд, как инициаторам этого проекта, молодежи Севастополя? Ну, я скажу, что молодежи именно Севастополя. Молодежь Севастополя должна просто не забывать в первую очередь, что есть и молодежь в других местах. И жизнь такая штука, что сегодня у нас все хорошо, а вот Луганск попал в такую ситуацию. То есть жизнь, она многогранна, разносторонняя. И это напоминание, что все мы люди, и надо ими оставаться. Скажем, я считаю, это, наверное, одно из главных. Поддержка людей Луганска, наша Севастопольская, и именно содержание в тонусе нашу молодежь, которая тоже должна именно и духовно развиваться тоже. Спасибо вам большое за беседу и удачи в реализации ваших идей. В эфире была программа «В контексте» о сотрудничестве Севастополя и Луганска в образовательном плане. Говорили с главой общественного движения «Доброволец» Дмитрием Голиковым и представителем общественного движения «Доброволец» Дмитрием Молчановым. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова